Всем привет, с вами Гуф Гуф, и сейчас, ребят, мы поиграем с вами Beard Keepers. Это новый симулятор пчеловодов, в котором нету пчёл, тут только птички. И сейчас, ребят, я хочу в этом ролике показать свою прокачку, до чего я уже дорос. И также, ребят, хочу вам показать ещё один секрет, как получить легендарную птичку. И вообще, для чего они вообще тут нужны, и как их вообще крафтить. Потому что вот вчера, когда я записывал первый ролик по этому режиму, то мне никак не удалось создать новых птичек. Сейчас я разобрался, вроде бы тут всё излично делается. И вот уже я, ребят, дорос до того, что у меня сейчас 14 птичек. Ещё одну птичку, ребят, получу через несколько секунд, или минут, вот, через 5 минут. И тогда, ребят, у меня откроется новая локация, которая открывается за 15 птичек. Вот это вот, ребят, там что-то есть очень интересное. И также есть новая бабочка, которая даст мне какие-то хорошие квесты. Начнём мы с того, что сейчас в игре есть очень много разных птичек. Ну, например, вот даже есть донатная птичка, которая, ребят, стоит 400 робуксов. Она называется Noobbeard. Эта пчёлка, ребята, создаёт на поле токены, которые улучшают ваш capacity и фарм. Также вот этих вот, ребята, это не пыльца, это уже еда. Фарм еды. Ну, как бы эта птичка хорошая, я бы её купил, но пока что покупать не буду, потому что, как бы, вроде бы я сказал в прошлом ролике, если вы хотите, я куплю. До сих пор ни одного комментария я не видел, чтобы кто-то написал, вот, купи эту птичку, чтобы я посмотрел, что она даёт. В общем, я вам сказал, что она даёт, но покупать пока что не собираюсь. Как я это узнал, ребят, один из подписчиков это уже купил и сказал, что эта птичка даёт. Сейчас мы разберёмся, как создавать новых птичек. Мы нажимаем, вот видите, у нас есть вот сейчас 4 кнопки. Настаём на свою платформу, видим, появляется новая кнопка. Нажимаем на неё. Всё, и тут у нас есть слева и справа все наши птички. Они все одинаковые, потому что, ну, тут это всё отображается для того, чтобы просто скрестить этих птичек. Сейчас, ребят, выбираем, например, вот в самом начале у вас будет в синее птичка и красные. Выбираем их двоих, нажимаем вот эту вот кнопочку. Тут вот будет совсем другая надпись, потому что у меня сейчас просто уже как бы идёт создание новой птички. Я выбрал две разные птички и нажал, чтобы они там создали ещё одну новую птичку. Они там занимаются этим процессом. Ну, очень долго, если честно, это всё делается, но у нас скоро появится 15-я птичка и мы, ребят, пойдём на новую локацию. Но пока что вот такие вот дела. Ага, это не всё, ребят. Нажимаете на вот эти птички, потом выбираете печеньюшки. Тут у нас есть разные печеньки, которые как бы нужны для того, чтобы создать птичку. И вот в самом начале, я вот не разобравшись, просто не знал, что делать, я просто выбирал любую печеньку и пытался создать. Не смог создать, потому что у меня нету этих печенек. Если у вас нету печенек, то вы просто выбираете вот этот вот пустой слот, нажимаете вот эту кнопочку и у вас создаётся новая пчёлка. Ту, пчёлка, новая птичка. Окей, разобрались, как создавать новых птичек. Вроде бы всё очень просто, всё очень легко. Кстати, мне выпала легендарная птичка. Вроде бы легендарная, но я не знаю на самом деле, какая она. Она вроде бы где-то вот тут, вот этот равен. У него вот такие вот характеристики. Он собирает 60 пыльцы за полсекунды, даже быстрее, чем за полсекунды. И продаёт из еды в баксы 125 баксов в полторы секунды. Получается 3 секунды 250 монет. Ну, такое себе. Урон, только единичка. Пока что, для чего нужен урон, я не знаю. И ещё хочу сказать, что в этой птичке есть любимая еда. Это семечки. В каждой птичке есть своя любимая еда. Это любит орехи. Это любит фрукты. Эта птичка любит опять семечки. И, в общем, вот так вот, ребята, есть. В общем, есть какая-то механика. Сейчас просто не добавили разработчики вот этих вот айтемов. Вот этих семечек, фруктов, орехов и всего остального, чтобы можно было прокачивать пчёлок. К сожалению, пока что этого нет. Но, как бы, уже описание птичек просто говорит о том, что, ну, уже, как бы, вот, вот что-то будет. Ждите, скоро сделаем. Вы сейчас просто прокачиваетесь. Ладно. Теперь я хочу показать то, что я сейчас достиг. Ну, как бы, у меня уже 14, ребята, птичек. И сейчас у меня есть доступ к локации за 5 пчёлок. И также, ребят... Ну, пчёлок. Почему пчёлок? Птичек. И также, ребята, есть доступ к локации за 10 птичек. Сейчас я вам покажу, что там находится. Там, кстати, есть очень-очень крутой магазинчик. Он, как бы, отсюда не виден. Но если вот сюда, вот, ребята, войти в эту пещеру, мы тут видим поле из киви. И, ребята, есть пещера, где продаются вот такие вот айтемы. У меня сейчас вот такая вот ложка, которая стоит 400 с чем-то тысяч баксов. Вот, 475 тысяч, почти 500 тысяч. Почти полмиллиона баксов я отдал за эту ложку. И также есть вот такие вот, ребята, рюкзачки. У меня вот этот вот за 250 тысяч. Это минимальный. Дальше можно купить вот такую баночку. Потом вот такую вот бочку. И всё. Бочка сейчас пока что максимальная. Хотя это ещё не всё, ребята. Это не конец прогресса в этой игрушке. Дальше, если мы заберёмся по вот этой вот тропинке, или как это назвать, я даже не знаю. То тут есть локация из 15 пчёлок. У нас вроде бы тут никаких ни магазинов. Просто новое поле и новая пчёлка. Ой, точнее бабочка, которая даёт нам хорошие квесты. Потом у нас есть локация из 20 пчёлок. И там уже есть, ребята, новый магазинчик. Новое поле. И также есть какой-то туман. Что в этом тумане скрывается, ребята, мне пока что неизвестно. Я вам скоро, надеюсь, что покажу в следующих роликах. Так что ждите. Я прокачаюсь, вам покажу. Обязательно вам расскажу, покажу, объясню, что к чему. Мне кажется, что там скрывается первый моб, которого можно будет убивать. В общем, дальше у нас есть такая следующая механика. Это квесты. Квесты, я думаю, вы понимаете, где брать. Это в бабочек. И за выполнение квестов вот этой вот Purple Butterfly вы получите легендарное печенье. С помощью этого легендарного печенья вы можете сделать себе легендарную птичку. Как это сделать? Сейчас, ребята, я это объясню. Вы заходите сюда, нажимаете плюсик. Выбираете двух рандомных пчёлок. И выбираете вот эту вот легендарную печенье. Тогда нажимаете вот эту кнопочку, и всё, у вас создаётся новая пчёлка. В общем, я только что создал новую пчёлку. И она сейчас у меня находится вот в этом слоте. Это кардинал. Серьёзно? Ну, это как бы комоновская птичка. Мне как бы от неё такого аж крутого чего-то я не жду. В общем, сейчас, ребята, давайте я вам покажу процесс, как создаются птички. Мы берём свою легендарную. Это, наверное, легендарная, я не знаю, но эта птичка у меня появилась, когда я выбирал это легендарное печенье. Потом берём какую-то рандомную птичку. Давайте сейчас попробуем эту чёрную искрестить с вот этой вот. White Parrot. Одна из белых пчёлок. Тю, блин, птичек. Ребята, спавнит очень крутой токен, который даёт Instant Conversion. Это бонус, который просто вашу еду, которую вы собираете на поле, превращает сразу в баксы. То есть, оно сразу идёт на продажу. Это очень круто, потому что эта еда не заполняет ваш рюкзак, и получается, что ваш рюкзак увеличивается. И плюс этот бонус ещё даёт ускорение к вашему персонажу. Вы быстрее передвигаетесь. В общем, давайте сейчас попробуем вот этих двоих скрестить. Хотя я уже их скрещивал, мне кажется, я не помню, что там выпало. Ну да ладно, давайте ещё разочек. А, выбираем печеньку, вот эту вот, которой у нас нету. Типа мы сейчас выбрали, что у нас нету никакой печеньки. И нажимаем Begin. Please White. Ждём 17 минут. 18, точнее. Окей, через 18 минут у нас появится 16-ая птичка, которая что-то там даст. Как расширять вот этот, ребята, свой гнездовик? Ребят, очень легко. Просто выполняете квесты, и вам даются ветки. У меня сейчас, к сожалению, никаких веточек нету. И за эти ветки, ребята, вы просто можете... Эти ветки вы просто, ребята, можете нажать, потом использовать, и у вас появляется новое гнездо в вашем гнездовике. Я не знаю, как это назвать, но я буду назвать гнездовик. Почти как улей. Переходим сейчас, мы, ребята, в новую локацию. Это 15-ая локация. Кстати, тут есть какой-то баг, сейчас я вам покажу. Но сначала давайте так. Кстати, вот тут вот есть что-то. Вот видите, Epic Funny Food Text. Epic Funny Food Text. Может, это какой-то код? Давай сейчас попробуем написать. Epic EFFT. EFFT. Вот этот код. Может, это какой-то секретный код? Как вы думаете? Ну, я не знаю. EFFT. Вводим. И ничего, к сожалению, не получаем. Ну, в общем, моя логика не сработала сегодня. Давайте сейчас попробуем проверить нашу, ребята, локацию новую. За 15 пчелок. Посмотрим, что тут у нас происходит вообще. Что тут у нас скрывается? Ну, я тут пока что вижу поле из морковки. Тут очень много морковки. И также есть очень много арахисов. Вот это уже уж точно арахис. Вот этот... Вот эту штучку я точно ни с чем не попутаю. Давайте сейчас попробуем взять квест от рабочей бабочки. Guten Tag, Beard Keeper. Чё? Она немец. Ой, попутал язык. Ну, ладно. Я бы сейчас хотел, чтобы этот немец дал нам очень легкий квест. Но, к сожалению, тут нужно собрать 250 тысяч фуда. А со своим рюкзаком это будет очень много. Поэтому я пока что его выполнять не буду. Этот ролик, ребят, я просто вам показал. А как тут вообще играть? Как тут прокачиваться? Сейчас мне осталось достать еще, ребята, 20... Ой, точнее, 5 птичек. И тогда, ребят, я смогу просто пойти и проверить, что там за этим туманом скрывается. Если кто-то вдруг уже прокачат до такой стадии, что может написать в комментариях, что там прячется, то, ребят, напишите обязательно в комментариях. Мне очень интересно об этом узнать. Давайте мы сейчас покажем вам баг, который я хотел вам показать. Это мне тоже подписчик показал. В общем, мы нажимаем Shift. Ребят, Shift. Если у вас это не работает, вот этот вот, ребята, круг посерединке. Если это у вас не работает, то мы заходим в настройки, Settings. И включаем Shift Lock Switch, чтобы писала On. Все. И тогда нажимаем Shift. Вот так вот встаем и разворачиваемся. Так оно уже не работает. Вчера как бы работал. Опа, видите? Тут у нас какая-то бабочка сломанная. Почему-то она тут как бы есть, но квест мы у нее не возьмем. И, кстати, у нее голова как-то стрёмно смотрит. У нее как-то вывернулось в другую сторону. Ну, в общем, все. Ребята, вот такой вот ролик получился. Если он вам, ребят, понравился и я вам чем-то помог, то вы можете, ребята, поставить лайкосик, подписаться на канал. И на этом я буду с вами прощаться. С вами был Гув Гув. Всем пока, ребят. Всем бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok